приветствую вас на первом циничном канале и этот сюжет будет продолжением либо предыдущего либо одного из предыдущих в зависимости в каком порядке они выйдут недавно сюжет опубликовал прощать ли родителей чудо божье это название и там же в комментариях появились вопросы довольно таки обоснованные я говорил что может быть надо было их там разобрать но сюжет получился бы слишком долгий как можно прощать там допустим тех же родителей хотя там не только родителей касалось если ну и там и так далее зомбаки какие-нибудь шернули сейчас ведут себя как зомбаки в связи с ситуацией все понятно кто-то пишет там мать подталкивает на войну например типа рекламируют контракт то есть вот это почитайте там много было таких довольно таки обоснованных вопросов но тем не менее треш трешовый то есть ну мало того что прощение никто не просит ну там зверьё какое-то да грубо говоря и что ну простишь что из этого выйдет или не простишь как общаться то есть ну простил общаться не общаться и так далее то есть вот эти комментарии я их предвидел я говорю что я даже думал эту тему разобрать в том ролике но все-таки лучше отдельно так вот друзья всех ли можно прощать работает ли та схема я говорил что если вы прощаете человека от души то милость являете то справедливость явится уже сама собой ему дадут возможность бог даст возможность скажем так по справедливости ну закрыть тот вопрос оплатить свой счет скажем так и закрыть его так вот и вот эти вопросы что ну у меня там родители зверьё грубо говоря и сейчас это не редко все понятно так вот смотрите всех не всех прощать с точки зрения прощения всех но но есть нюансы что такое не прощение когда простить невозможно мы под непрощением понимаем какую-то обиду большую что вот блин нагадил так что ну не прощается и так далее но не прощение бывает двух видов во первых когда человек не прощает ну вот обида какая-то все он не хочу прощать и во вторых когда прощать никого и вот те случаи описаны это скорее второй вариант прощать попросту некого смотрите если мы обратимся к евангелию то там довольно таки на первый взгляд противоречивые есть высказывания с одной стороны молитесь за врагов ваших благословляйте проклинающих вас с другой стороны враги человеку домашние его ну что кстати не противоречиво враги но молитесь за врагов вот то есть принципе относительно врагов там рецепт дан так вот но не рассыпайте жемчуг перед свиньями в то же время сколько раз стоит прощать могу сейчас даже зачитать вот буквально в одном месте сразу же казалось бы противоречиво так это иван герд матфея 18 глава стихи с какого давайте с 12 как вам кажется это слава христа то есть наиболее авторитетно ну как вам кажется если бы у кого было 100 овец и одна из них заблудившись а заблудилась сейчас уберу заблудилась то не оставит ли девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся если случится найти ее то истину говорю вам он радуется о ней более нежели девяносто девяти незаблудившихся так нет воли вашего не так нет воли отца вашего небесного чтобы погиб один из малых сих дальше если же согрешит против тебя брат твой пойди обречи его между тобою и им одним если послушает тебя то приобрел ты брата твоего если же не послушает возьми с собой еще одного или двух дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово если же не послушает их скажи церкви ну церковь здесь имеется ввиду община все-таки церковь не в нынешнем понимании а если церкви не послушает туда будет он тебе как язычник и мытарь истинно говорю вам что свясть и на земле будет связано на небе и что разрешите на земле то будет разрешено на небе так дальше немножечко пропускаем тогда петр приступил к нему сказал господи сколько раз прощать брату моему согрешаю согрешающим против меня до семи ли раз это иудейский обычай иисус говорит ему не говорю тебе до семи раз но до седмижды семидесяти раз 490 если буквально считать 7 раз по 70 но как бы тут скорее множество имеется виду то есть смотрите с одной стороны 490 раз да хотя это по сути бесконечность прощай прощай с другой стороны сначала обличий сам потом при свидетелях потом при всеобщении и дальше да будет я как язычник и мытарь вот это как язычник и мытарь смотрите ну хорошо допустим как язычник и мытарь а что с ними это враги да нет в христианстве в принципе нету понятия вражды как бы в таком в общечеловеческом понимании в социальном понимании это люди вне общения вот и все то есть с ними нету общения и поэтому тут с прощением скорее этих людей нет не рассыпай жемчуг перед свиньями то есть там нету понятия плохие люди свиньи так вот прощать просто некого понимаете человек рождается в нормальном смысле в полном смысле когда налаживает какую-то взаимосвязь с богом если этой взаимосвязи нет то человека нету прощать некого поэтому молиться за него ну чтобы он родился вот эта молитва о врагах и в том контексте в котором подписчики спрашивали что там родители зомбаки какие-нибудь с вошли эти зетники шернутые там скорее молитва о них это молитва об их рождении потому что как таковых их нету они не вписаны в бытие это недоразумение биологическое которые вот сейчас ходят они сами себя гоминидами считают обезьяны после смерти вернуться в состояние до рождения то есть они сами в общем то признают что их нету быть и именно можем быть и бога не тоже не признают так вот еще накидал себе так 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 да если тут вариант что а если покаються вот покаяться тогда родиться и в прощать никого знаете как мне видится самая большая разница какая будет гнев есть или нет то есть если вы человека ненавидите за какие-то обидки вы его не прощаете то есть у вас есть гнев то есть вы признаете его бытие но при этом не прощаете проблема в вас если же человека нет как такового ну как человека его нет есть какое-то зомбанутое существо у вас гнева не будет он вам будет безразличен просто вне общения то есть этого человека как бы нет и с этой точки зрения ну смотрите взять допустим благоразумного разбойника покаялся перед смертью там на кресте последние моменты жизни и вошел в рай со слов христа вошел в рай то есть фактически вошел как праведник почему потому что покаялся родился по сути стал другим человеком познал бога в то же время человек который его не познал то есть хотя бы он даже и не был разбойником оставь мертвым хранить своих мертвецов то есть вот пожалуйста человек отпрашивается на похороны отца на стать мертвым хранить своих мертвых люди не рождены хотя бы они не разбойники и поэтому с этой точки зрения да даже убийца покаявшийся получается в общем-то человек он может быть человеком какая-нибудь гоминида которая никого не убивала ее нету попросту и поэтому ну например под тем же сюжетом когда там комментарии писали ну там сразу гоминиды лезут вообще бога упоминаешь сразу лезут просвещенные гоминиды там кто-то пишет бога нет и так далее я их баню но я их баню понимаете как бы к ним нету гнева какого-то что ах ты там хейтер проклятый может быть за счет большого количества у меня уже как-то на рука набилась я их баню как мусор то есть как мусор эти комментарии мусор написанный мусором не в смысле сотрудникам органов мусором просто биомусором то есть это ничто и вот здесь вы не сможете простить как бы простить кого простить это значит продолжить общение с человеком то есть какие-то отношения с ним появляются или хотя бы вы расстаетесь как человек с человеком но простить гоминиду это невозможно чтобы с ней делать то будете но это какая-то искорка просто реально недоразумение во времени вот она биологически появилась не она биологически исчезнет все дальше но она там вот в этом биологическом своем бытии поплюет на бога немножко ну попытается поплевать бог порога не бывает и дальше она исчезнет там некого прощать не с кем воссоединяться не с кем возобновлять связь примерно вот так но вы не будете испытывать гнева вот это вот будет лакмусовая бумажка то есть когда вы не прощаете это не смысле что такую сволочь я не прощу вы будете чувствовать что человека нет просто как бы удаляясь от общения с этим человеком вы даже не будете считать что вы кого-то там бойкот ему объявили кого-то от себя отдалили вы ну к общайтесь с людьми которые не родились вот есть некий человек абстрактно придумаем его там вася пупкин который мог бы родиться не знаю восемь втором году но он не родился вы на него злым вы к нему добры вы к нему никаковы его нет он не родился так вот все что касается гоминид разного рода бесноватых которые там какими-то формами борются с богом они его не признают или они там зетки поклоняются сейчас это тоже самое это не родившийся человек не смущайтесь вот этой тушкой там ничего нету в этой тушке ну без там сидит бесенок какой-то человека там нету личности там нету и поэтому говорить что я его не простил и это как-то сыграет на жизнь будущего века он к ней не причастие но он сам в первую очередь понимаете бог уважает свободу воли свободу выбора и вот эта гоминида она говорит я после смерти вернусь в состояние до рождения бога нет загробной жизни нет окей свобода воли уважена ну так и тебя тогда нет ты тогда биологическое существо и как бы дальше биологического существа отношений идти не могут с тобой но биологическое существо как бы до их он 8 миллиардов бегает и не только их они не цене муравьев чем вот эти двуногие цене это муравьев клопов каких-нибудь такая же форма жизни то есть вам просто некого прощать понимаете но у вас не будет гнева как вы не можете построить нормальное отношение с муравьем но вы на него не злитесь он также и с этим человеком там в кавычках человеком у вас не будет ничего общего вы не будете чувствовать возможность общения личности поэтому этот человек он просто как бы исчезает при жизни там просто смотрите но он может вам телесно повредить это уже смотрите социально а дальше гнева тоже не на кого испытывать вот в этом и есть разница то есть я не говорю что там не прощайте их просто вы почувствуете когда прощать никого как не ошибиться как скажем так не перевести свой гнев форму назвать его ничем до назвать его несуществующим то есть вы его по сути ненавидите но как бы выпендриться откровенно и сказать во а ты не что тебя нету вот но вы при этом исходите из гнева не из констатации факта что его нету а из вашей ненависти как не перепутать вот здесь зависит от вас вы должны жить какой-то духовной жизнью хотя бы то есть это молитва в первую очередь вы должны приобщаться к божественному пониманию ну понятно что там в микродозе насколько это возможно человеку но вы должны немножечко как бы настроиться на волну вы должны вещи видеть в их сущности то есть смотрите есть например научная картина мира ну так называемая научная картина мира а есть что-то вроде истинной картины мира это видение но я не говорю глазами бога нет конечно в микро 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 варианте с точки зрения бога да как бы как человек может воспринимать точку зрения бога примерно то есть приобщаясь к богу вы будете себе устанавливайте налаживать константы которые у вас есть мы по образу божьему сотворены и соответственно эти константы тоже в какой-то миниатюре в нас присутствуют и тогда вы просто увидите несущим не сущность этого человека не актуальность его для бытия но тогда вы не будете путать это с гневом потому что по первости да может гнев реализоваться таким образом что вы его объявите несуществующим свиньей перед которой не надо жемчуг рассыпать тем кто бытию так точнее ну да тем что никто что бытию отношения не имеет и так далее этого быть не должно разумеется поэтому выправляйте себя на чтобы примерно иметь вот это и истинную картину мира и тогда все тогда не будет никаких вопросов и лакмусовая бумажка еще раз для вас будет отсутствие гнева у вас и еще подумайте это еще одна лакмусовая бумажка представьте вы видите что человека нет вы все просто прощать некого ну ведь и ладно все будет как язычник и мытарь где-то там в других мирах мне это не важно и вдруг этот человек выныривает этот я все осознал во-первых прости за прошлое во вторых я осознал я каюсь вот не знаю там уверовал что здесь вот здесь если вы были если вы правильным путем шли исходили вот из этой истины картины мира для вас вообще не будет никакой трудности простить там прошлое и возобновить общение все нормально человек родился вот та самая овечка спаслась отец небесный не хочет кажется погибели одного из малых всех все по сути к нему даже щитов то никаких быть не может потому что вам гадило его тело даже не его просто бесноватая тело после покаяния щитов быть не может это новый человек вы не можете с него спрашивать за какой-то шматок мяса который там это гоминида какая-то просвещенная бегала тогда не будет никакого никакой трудности его простить там и прощение как такового не будет вы по сути с новорожденным будете разговаривать который при этом хочет с вами общаться вообще не вопрос а вот если вы понимаете что для вас его вроде бы нет но объявись он сейчас и попроси прощения скажи что он понял кажется что был неправ тому веру в бога и вам будет трудно его простить тогда вы лукавите что для вас его нет если вам будет это трудно тогда вы лукавите тогда вы просто утыкаетесь свой гнев и тогда скорее опять же проблема в вас вот это 2 лакмусовая бумажка ну вот собственно друзья такая разница поэтому да разумеется должно быть кого прощать то есть я там больше даже свой пример разбирал и мне это как раз появилась кого прощать а если вы где-то живете и там какое-то бесноватая зет на и отребе там это предатель там подписывай контракт там некого прощать но это без ваших там мамы папы друга брата свата его нет это возвращаемся голливудским фильмов ужасов что там какой-нибудь вампир бежит ну отца там кто-нибудь укусил бежит зомбак и там ребенок не может выстрелить ему стреляет уже там не твой папа не твоя мама вот ну примерно то же самое только в данном случае папа и мама могло и не быть изначально вы ошиблись что у вас есть там папа мама то есть по фильму то кто-то его укусил и он обратился там вампира а здесь у вас могло изначально не быть человек изначально мертвый и в этом плане доставь мертвым хоронить своих мертвецов если вы идете в жизнь то с мертвецами вы сделать ничего не сможете но друзья примерно такие соображения думал что первый ролик будет сумбурно я думаю что второй сумбурный а